Я взяла простынку, если шоу, куда нужно. Кого взяла? Растынку. Растынку? Так, ну, рассказываю еще раз. Может несколько человек позвонить, и я все путаю. С челюстью что-то, да? Да, но в длину от челюсти, она как бы закрывается неровно. В общем, у меня... Хорошо. Вставай. Вставай так. И показывай. Так ты считаешь, что это смещенная челюсть? Причем я чувствую, что у меня зубы, у меня ранено. Правильно. Так, то перетянула ее, челюсть перетянула, но она на месте. Челюсть на месте, она не сместилась. Так я чувствую, что у меня неправильно закрывается рот. Правильно, неправильно закрывается рот. Потому что одна мышца спазмированная, одна гипермобильная, где-то в шейном отделе, и получается, что наперекосяк оно идет вот так. Еще раз открываем, закрываем. Вот это оно само так делает. Ну да, я не могу, оно сблокироваться. Хорошо. Хорошо. Садитесь. Да? Да. Был у меня такой парень, 21, садитесь. Вот так у него тоже чук-чук, 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 чук-чук. Что ему только не говорили. И прикус неправильный, и зубы надо подтачивать, и операцию какую-то на суставе делая. Поработали мы с ним, и оно прошло. Только я говорю, что вот это, сейчас может с первого сеанса чуть лучше станет, может быть с первого сеанса лучше станет. Его надо лечить, просто так оно не пройдет. Надо полечить. Ну, человек за 2 минуты вправлял. И вот так само было? Да. Вот так точно было? Ну, человек подходил, вот так. Я сейчас могу узнать. И вправлял. Так под... Я не знаю, просто... Еще раз, как зовут? Лена. Лена. У каждого человека есть свои мысли. Они могут быть правильными, могут быть неправильными. И если бы она была смещенная, то есть ты бы так приехал. Да. И не закрывалась, чтобы не открывалась. Ну, я не знаю, как это... Объясни. Просто то, что мне вправляли, я это точно знаю. И после этого не было. А хорошо, кто еще что-то мог делать? Что ничего никто не может сделать? Потому что в Луганской области этот человек находится, и не может туда поехать. А где? В Луганской области. А здесь в Днепропетровске никого нет? Ну, я здесь ничего не искала. Ну, сейчас она срушилась, и да, ничего. Это могло быть когда-то чуть-чуть что-то не так. И что, вот так точно она закрывалась и открывалась? Вот так было все нормально, а потом вот так начало закрываться и открываться? Резко. Нет, ну, конечно, не резко. По чуть-чуть, по чуть-чуть, хуже, хуже, хуже. Да. Да. Так вот, когда смещается, это происходит резко. Она раз, и не закрывается. И вот так бы оно резко было. А если у меня было таких людей много, то я рассказываю, как это... А у некоторых она вообще так раскрывается, что ложечку только можно чайную. Хорошо? Ну, просто, то есть, ну, что толку говорить об этом? Если у меня лицо болит, то я хочу исправить. Хочешь исправить? Значит, надо выполнять тебе рекомендации. Я сейчас сделаю, может, с первого сеанса лучше стану. Но ты тут надо полечиться. Какая работа? Так что мы делаем? За компром сидим? Ну, работа какая? Да, да, да. Да, так вот это из-за компьютера. Из-за того, что затянуто это все. Сейчас я пройду по триггерным точкам, а там будет все болеть. Ну, проценту 90, чтобы я буду нажимать, где связано с твоей челюстью, и оно будет все болеть. А резиночка есть в тебе волосы? Что еще? Руки не имеют, плечи болят? Нет. Только честно отвечаю. Ну, что спина бывает, да. Надо волосы скрутить, больше мне висело. Что спина? Ну, что спина, да, она болит, да. Ну, как она болит, потому что я вот так вот сижу с такой шеей. Ну, я вот так на подушке сажусь, и вот так вот шея у меня постоянно в таком положении, поэтому шея болит. Так это нормально? А? Так это нормально? Нет, ну это, конечно, не нормально. А сон нормальный, с не сняться? Да, нормально, я часто не высыпаюсь. Ага, то есть как легла уставшая, так и проснулась уставшая, да? Да. А с не сняться? Ну, я не сняю, редко запоминаю, да. Редко сняться? Ну, понятно. А проблемы есть со сном, что засыпаешь, не можешь заснуть. Нет, засыпаю я, прямо отрубает меня. Ладно, садись. Так, футболку снимай. Нет, смотри, вот линия, любая линия. Ну да, так, без стояний. Руки пускай висят. Как-то неудобно или? Как висят, так и пускай висят. И стоим, стоим, стоим. Так вот, если посмотреть, то вот тут длиннее, тут подтянут. Видела ты в зеркало? Да, я видела, что ты в зеркало. Так вот, это затянута одна сторона, то есть страдает, наверное, правая сторона, а левая держит. А челюсть, ну хорошо, вот так, ну, зазорит такой, либо одинаковый, ну, чуть-чуть кифоз, ну, что вот так. Ну, я постоянно так вот я гнусь. Гнусь, потому что вот эти мышцы упороченные, вот эти, оно затянуло. Еще можете лицевой нерв страдать, может перекосить лицо. Это только челюсть сначала, садимся-то. Как сидели. А давление какое? Ну, а высшее, повышенное. Повышенное какое? Ну, вообще, не знаю, 120 на 100, где-то. У тебя должно давление быть 90 на 60, 100 на 60, это нормально. 120 на 80 и 120 на 100 было. 120 на 100 нижнее 100? Ну да. 100 нижнее? Так это сердечная мышца. Ну, у меня сердце, извините, у меня операция достигла, это порог сердца. Ох, еще не порог сердца, я еще не увидел в очках слабые очки у меня. Ну, у меня часто, я сейчас цепенью, ну, этих ударов у меня 100 обменяется. А, пульс 100. Пульс 100. Я думал, у меня есть. Это нормальное состояние у меня. Так это уже плохо, что пульс. Ну, ладно. Там челюсть, причем тут пульс, да. Кипа все, там не скачало, можно было говорить. Сейчас молчим. 106-60, почти нормально. И пульс 85. Но обычно получше. Ну, хорошо, хоть сейчас не получше. Никто радует. Так, а ничего не понимаешь, тогда, на зарытме это, что все такое пульс? Ничего. Хорошо. Значит так. Сейчас я иду по точкам, нажимаю. Шкала боли от 0 до 10. Это понятно, если не болит, ну, если там чуть-чуть, 1, 2, 3, не важно. Если сильнее, там уже там наполовину, 5, 6, 7, 8, сильная, 0, 10. Понятно? Угу. Руки повес. Если в голову или в руки отдает, то же говорим. Что так? 0. 0. Вот так. 0. 0. Да. Ага. Вот этот 3, вот так. 3, да? Это левая сторона? 5, может. Да, слева больше. А правая что? Тоже, но не меньше. А так? Ну, тут 3. А так? Не знаю, 5. 3. 3. Хорошо. А вот так? 0. 0. А вот так? Мне нравится тебе так, да? Да, так. А тут больше не нравится, да? Ну, так, так. Хорошо. Хорошо. А вот так? 1, 2, 3. Ну, так. 1, 2, 3. Это не 3 никак. Тут больше прийти. А так? Ага. Ну, на клетка тут выпуклась от размятина. Видно ли? Ну, ну, правильно, может кости составляет когда-то? Может быть. Может быть. Голова люками поворачивается. То есть, тик-тик и туго. Ну, как-то на самом деле. Ага. Ладно, так. Хорошо. Ну, положи так. В общем, голова закружилась, нет? Да. По рукам что-то пошло. По ногам. Ну, просто именно маловинок неясно. И шапочка еще может появилась. Так как объявляет. Да, да, да. Ну, это считаешь нормально? Это так и должно быть? Конечно, не должно быть. Это говорит о том, что непорядок. Вот тут все у тебя заспазмировано. Потому что челюсть-то уже крайняя точка. Ну, еще можно еще лицо прикосить. Ну, хорошо. Давай сейчас попробуем открывать-закрывать. Классает. Ну, как-то не так. Или ты слабше открываешь. То есть, меньше стали вот эти. Меньше, да. Так вот, ты видишь, я же челюсть не трогал. Нет. А уже поменялось. Да. Теперь ты поняла, что ты не права? Потому что у меня таких, как ты, тысячи было. Я не знаю. А я не могу доказать, потому что те свои мои слы. Понимаешь? А я не трогал челюсть. Я же не знаю, как она. Ну, вот уж. Вот тут надо полечиться, потому что оно тебе не дать жить. Понятно? То, что ты тебе поправляли, я не знаю, что поправляют. Поправлять я можу вот так просто оттянуть. Что, рот пальцами залазит или нет? Да. Ну. Ну, по ней хирургии не знаю, как это сделать. Так надо причину убрать этого. Тебе же не выбили челюсть, что тебе ее надо управлять. Нет, ничего не делали. А я же ничего не делаю, а оно уже лучшее. Понимаешь? А сейчас мы сейчас делаем еще массаж правильный. И считаем еще лучшее. И ты тогда поймешь, что... А потом еще... Мне посередай о том, что нужно делать, что не нужно делать, чтобы у меня такого не было. Во-первых, надо полечиться. Вставай и ложись. Вставай и ложись. Вставай и ложись. Ну, неприятно. Ага, а вот так. Ну, это как бы щекотка. Так вот эта щекотка и боль, вот это все с твоей челюстью связано, вся спина. И ноги тоже, и руки тоже. Вот смотри. Ага, и вот тут очень больно. И вот эта вся затянута колючей проволокой. Смотри. И скажешь, так там должно во всех болеть. На, Давид. Ну, Давид, чтобы мне больно сделать. А как? А то, что не болит у меня. То, думаю, не больно. А я тебе, смотри, чуть-чуть только придарю. Смотри. Да, больно. Давай другую. Очень больно. Очень больно. Смотри. Очень, да. Да, ложись. И тут ты затянула все виновата в твоей челюсти. Понял? Угу. Так хорошо, а вот так что? Ну, не так. Ну, хорошо. На три. А вот так что? Болитесь, диви. Да. Какие три? Ты подкидай, диви. Колени не болят? Какие на стопы? Ну, не знаю. Не знаю. А кто знает. Поешь ноги. Ложись, ложись. Давай ножку сюда. Смотри, что делается. Больно. А тут седальничный нервы ходят. Возле пятки. Ответвление. И вот тут воспалено аж до пятки. Судорог нет? Нет. Очень редко. А, редко. Ну, есть, да? Ну, иногда пару раз было. Хорошо. Так. Очень больно. Очень больно. Все больно. Только делаю тебе. Только больно делаю. Понимаешь? Как наше специальное теперь все больно делаем. Походу, что-то нормально все. Яичники не больно? Я не знаю. Может, болит? Может, не болит? Не болит. Ну, так я решу, не болит. Ну, я просто говорю, не болит, а вы мне доказываете, что... Аня, ты говоришь, я не знаю. Просто, когда вы так давите, я пойду, что болит. А, хорошо. Открывайся. Открывайся. Нам же меньше. И еще меньше. Ноги потрогали. Бачишь? Спины. Теперь ты согласна или нет? Так, что делать не в челюсти. Да. Да. Я не пригадываю себе. Чуть-чуть вот так вас двигает. Ну, есть чуть-чуть, но не так же, как было. Да. Так ты пробуй, надо задницу лечить. Задницу надо, чтобы челюсть работала. Так, раздвигай, поправ челюсть. Так при чем челюсть? Челюсть ни при чем. Я не знаю. Так ты же не одна такая. Так все думают. Так, при поправ челюсть. Так не в челюсть сиди, сейчас. Как вы понимаете, что надо делать? Да мне тысячи таких пришло, как ты. Как я не могу понимать? Я с практикой все понимаю. Понимать может тот, кто может поправлять позвоночник и лечить миофасциальный синдром. И как пройдуть несколько тысяч людей, начнешь понимать, да? Я тебе по телефону сказал, что причина не в челюсти, потому что у меня таких тысяч пройшло. Ну, я вам не поверну. Конечно, никто не верит. Потому что месяц челюсть, значит, должно что-то в челюсти. Вот это все затянут. Вот смотри, вот это все просто деревянное. Это на нас сильные болитища. Да. Понимаешь, что человек больно? Вот это все. У нас же это не по сильным трудам за компом, за телефоном, за планшетом. Не важно зачем. Но телефон самый большой убивает. Что сейчас происходит? Мурашки. Мурашки, кто такое. Может, тепло, холод пришло. Ну, у меня такие мурашки, что холодно. А, то есть морозы начинают. Да. Ага. Больно. Больно? Чи в голову что-то идет? Идем в голову. Прилив? Да. Ага. А тут что? Колбу. Как? Колбу приливают. Колбу приливают. Так ты бачишь, я чуть-чуть только делал, и я сразу приливал. Тут все забитое, все сдавлено. Сейчас начнут сни в тебе сниться часто. Ты будешь вспомнить, чтобы они в тебе сняться. И не сняться тем, у кого не хватает мозга кислорода. Но у меня память стала хуже. Конечно. И не только память, может, и зрение, и слух, и все осталось хуже. А сейчас смотри. А вот здесь сейчас ты говорила, что в челю стягнет тебе в ухо, да? Ну, ты говорила? Да. Сейчас тягнет усадь, ровно. Или уже меньше тягнет? Не знаю. Вы понимаете, что у меня сами зубы не на месте. Я понимаю. Прикус поменялся, потому что оно перетянуло. И все в тебе прикус не такой. Конечно. Так может, тебе язык не мить, или по краючку не мить. Я же я попробую. Ну, что, хорошо поворачивается, и в другую одинаково, или нет? Да. Хорошо, хоть так. А ты все, ну, я хочу, чтобы у меня именно череп попали. Так я ж выводы делаю. Спрашивайте, куда я зубы стою. Вы понимаете, что у меня зубы, скажете, как это точно. Как зубы? Зубы не имеют? Или болят? Болят по той же самой причине. Может, в зубе зубы болят. Их повырывают. А оно будет все равно болеть, потому что... Что, они неправильно стираются? Ну, правильно. Прикус неправильно. Потому что перетянута челюсть. Спазм. Так больно, не? Нет. Хорошо. Ты опять перестаешь мне верить, да? Ну, да. Я же понял. Сначала поверила, а потом дальше уже не верила. Лен, если ты меня послухаешь, ты и полечишься, то в себе вот это все улучшится намного и пройдет. Но если твои мысли тебя уведут, оно не пройдет самого. Понятно? Никто тебе ничего не управляет. Я вам не поверила, что с огни, они на место не станут. Их надо... Правильно. Так правильно. Так подожди, мы потом поправненько, если надо будет. Понимаешь или нет? Потому что ты от позвоночника и отмыс, больше тысячи болезней. Можно лечить без медикаментозных. А у нас кто-то детка будет? Когда вы так сделали, оно как-то так, не знаю, хорошо стало. Я сделал. Ну, после того, как вы помассировали руку. Ты бил, самое лучшее. А ну, попробуй еще челюсть. И еще мягче стало. Руку, мы руку сделали, бачишь? Руку сделали, а челюсть уже лучше. Теперь ты опять мне веришь? Или не веришь? Нет. Верь, ну хорошо, повернуйся в другую сторону. Ай, Лена, как вам тяжело доказывать всем, кто клинически не мыслит, как оно все происходит? Ты же не тому, не знаешь, и не знаешь, как оно происходит, а споришь с тем, кто знает? Так я хочу узнать. А, хочешь узнать, а на кого ты учишься? Я уже работаю. Ну, на кого училась? Кем работаю? С химиками училась. Ким? Химиками? Химиками. Наркотики делал? Там пиротехника была, ядерная топлива. А, физик ядер. Да, но я плохо училась, я не пошла. А как ты можешь хорошо учиться, если ты спазмировала? Ты в мозгу не плотная кислорода, ты все забываешь, что у одного уха влетает, а у другого летает. Правильно? Да. Ну, хоть работаю, что-то хорошо. Что, из всей рукой вы сейчас стоите? Чаще поколе. Да, я не знаю, я просто... У тебя трусы уже, да? Нет, просто голова такая. Какая, ватная? Да. А, что ты не кажешь? Нет, нужно... Конечно, мне все в шоке происходит, я делаю и вывожу. Я пытаюсь понять, это было до того, или это после этого сейчас? Сейчас, после этого начинается. Ты можешь сейчас ватна вся встать и руки ватнят. Рука-то уже ватна. Ватна рука-то? Ну, да. Ну, да. И эта сейчас будет ватна. А потом станут ноги ватні, и ты вся ватна можешь встать. А может, ноги не станут. Сейчас будем дивиться, если можешь вся ватна встать. Что сейчас руки? Тоже приватна? Да. Ну, хорошо. Поколдуем сейчас немножко, и челюсть будет открываться и закрываться. Если ты повезешь, то можно сягаться. Если вернется, значит, ты, если нет возможности лечиться, значит, воня сейчас легче станет. Ну, он тебя все равно затянет, и она лечится в таких, как я. Понятно? Можно в Днепропетровске кого-то так, может, если получит. Что, ты уже такая, как нужно? Так. Хорошо у меня. Хорошо тебе? А ну-ка, открывай, закрывай. Ну, лучше стало? Лучше. Лучше. Снимай штаны и прыгай на стоп. Мне просто не верится, что такое все возможно. Что, такое можно будет, да? Да. А оказывается, что может. Ты просто не знал. А вдруг оно опять? Конечно, будет опять. А я придумала. Ты его надо полечить. Залезь на живот. Сюда лицо. Ну, ноги не щекотно. Ноги щекотно? А ты, я тебе говорю, что такая щекотка. Щекотка – это воспалительный процесс. То есть, пока не щекотно, потом перестанет щекотно будет. Как полечиться чуть выше. А ну-ка, куда достоять? Ага. Достоять. Раз. Это после того, как его подделать. А то не доставал? Ну, я не стою, думаю, нет. Ага. Думаешь, не хорошо. Но оно расслабило. Ну, расслабило тебе всю. Конечно, я поправил. А так? А ничего такого не робил, да? Погладил по спине. А ты не поняла, что я поправил. Ну, сейчас мы поднимемся ноги по длине твоей. Так вот, смотри. Сейчас я тебе сфотографирую и покажу, насколько у тебя одна нога короче, а одна длиннее. Хорошо? Бо ты же так не поверил. Ну, может, там, из-за того, что порвано, а чуть-чуть не нужно? Да нет. Из-за того, что таз затянутый. А то, что там у тебя порвано, там никак не с этим не связано. Сейчас. Сейчас сфотографирую. И покажу. А потом я кровь не стану. Сейчас я покажу. Я кровь не стану. Это что такое? Телефон. Что-то у него наемное. Раз. Видишь, насколько короче? Ну, на пару сантиметров точно. Согласна? Да. А я кровь не стану. Ты же побачишь, правильно? Так что щекотно? Ну, а так щекотно? И тут щекотно? Ну, вот эта нано больше. Одна больше нано щекотно, правильно? Чем лево? Да, ну, он щекотно. Ну, одна больше, одна меньше? Че одинаково? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Сейчас будем кого-то спрашивать. У папи, я не знаю. Такого щекотно. Ага. А вот даже вот так щекотно тебе, да? А? Да. Так вот, это тебе гиперчувствительность уже, из-за спазма. Понятно? Да. Конечно. Это называется гиперчувствительность. Оно может таки быть, что тебе даже штаны будут мешать. Даже там что-то будет чуть-чуть только доставать. И ты уже не сможешь его дербить. Нет, ну, я просто думала, что это за то, что нет, но из-за этого оно вот так все будет. А че ж ты не кажешь? Я же скажу, тревожность есть, а ты кажешь, не мая. Нет, нет. Типа нервы. Тебе палец покажи, ты нервничаешь, да? Ну, да. А знаешь почему? Потому что мозгу не хватает питания. Ты сейчас спокойнее станешь, может, даже с первого сеанса. Но я даже сюда не ехала, я нервничала. Ну, хорошо. А нервничала почему? Не знаю. Потому что не получается. Потому что не получается сделать челюсть, да? Ну, а так уже получается, уже меньше нервничаешь. Да. Хорошо. Сейчас еще перевернемся. Я тебе покажу, где еще болит в паху. Но ты этого пока не знаешь. Потому что, наверное, они воспалены, поскольку поясничные висы. Может, нет. Если нет, значит, вывезет хоть там. Потому что, если там спазмировано, могут и кисти, и полипать. Все, что хочешь, будет по-женски. Ну, там, ну, матку затягивать, паротягивать. Ну, куча проблем по-женски. Из-за этого и геморрой. И в туалет можешь побилать часто, или не часто. И запоры могут быть. Такого ничего нет, да? Все нормально. Запор, запор, да. Сейчас, есть запор? Ну, часто было запор. Часто. Так вот тебе могут запоры попустить. Давай сюда, речку. Чуть передвигать. Вот так, все. Все. Так, а что ноги, не ватні сейчас у тебя стали, не? Ну, расслабилась. Расслабилась. То есть, ты поняла теперь, что ты была скована немного, да? Чи еще скованность не прошла? Только ноги и руки расслабили. Секотно. Скованностей не было, ты не знаешь, что такое скованность, да? Скованность? Ну, все таки стянутое тіло, как будто. Сейчас это же ослабляет. Так, это у меня в шею. Скованность в шею. Да. А сейчас меньше скованность в шею стала, чи нет? Чи такая, как была? Ну, я чувствую, напряженность вообще. Поляче и в шею. Значит, все напряжено. Значит, скованность пока не ушла. Так вот, как уйдет у нас скованность, с челюстью станет еще лучше. Скованность твоя закувала челюсть. Понимаешь? Да. Что там? Тут, ну, ничего пока такого есть, но нет. Говори, ничего не шелу? Уже так, как ухо все. Ком есть. Ком. Теперь ты знаешь, что такое ком? Да. А ты сказала, что его не было. Ну, когда вы так делаете, так... Так вот, рядом, понимаете? Только тут мысли тут зашли. Ну, а, то есть за то, что, если я знаю, что это такое, значит, у меня такое... Значит, ты уже знаешь, что такое ком, если ты его знаешь. Он тебе может давать контакт там, он людям жить не даёт, а им поверязали щитовидки, и никого не так лечать. А причина в шейном одежде, так же, как своя челюсть. Понимаешь? Причина не в челюсті. Причина в теле, в позвоночнике, в мышцах, в шее. И сразу в челюсти. Ты бы знала, сколько с шейностью так страдает, как ты. Ты бы не поверила. Зайди на форум и почитай. Давай другую сторону. Ты даже не знаю. Ну, так у людей спросишь, никто ничего бы так не знает. И кто мне не помогает. А кто тебе поможет? Ну, надо только найти, кто может. Тебе случайно повезло. Если тебе мысли не уйдут, иди полечиться, то станешь не только с шейностью, то у тебя все старо-то много лучше. Что там? Если не буду, то ты где-то через час. Чувствуй, как перекос такой-то есть. Через. Через. А теперь ты чуешь? Тут что притягнута на сторону. И так трапеция у тебя одна притягнута. Подивайся туда. Одна душе затягнута, одна меньше. И затягнута душе у нас лево. И левый сустав у тебя душе был. И он жестче. За челюсть. Поняла? А тут какая страна душе у меня? Не знаю. А она напряженная у меня. Просто напряженная. Она болит просто напряженная. Но я не чувствую наображение в плечах и в шее. Как ты видишь, все плечи не легали. Да, они как-то вот так. Так вот тут у тебя все стягнут. Вот все видны мысли. Вот все затягнут. Вот все затягнут. Все, и вот такая стягнут. Понял? Как по-рубному, это все перестанешь щикотаться. Тебе розкуье, то есть ты не будешь скована. И не будешь чувствовать от этого, что ты вот так затягнута. Только одного зианца тут мало. Сейчас я тебе еще добавлю. Сейчас еще чуть-чуть тебе, сейчас поколим, еще тебе будущее покусить. Хорошо, это зависит от твоего верения. Уверения в что? Вот это вот, если я типа не верю, оно мне естественно. Можешь ты, вот ты можешь, вот не верь мне, вот ты мне не верь, только есть, лечись. Я болела, заболела. Заболела? Вот тут вот. Да. А дивись, как мы убираем боль. Ты поверишь, что я могу сейчас убрать боль? Нет, ну это не ответ. Верью мне не верю. Только ты чувствуешь, что у меня у тебя голова. Да, она же просто так начала убить. Сейчас реакция происходит. А бы дивись, она так берем. Вдыхай. Вдыхай. О, еще и тянется хорошо. Ростав. Боли. Вот это все ростало. Правда? Вот тут болит, и вот тут болит. Ага. Хорошо. А если мы оттягиваем вот так просто, меньше стаи голова? Чи лучше? Не знаю. Не меняется ничего. Не знаешь? Это непонятно. Значит, стаи меньше. Ну, тут не приходится. Теперь у Дургенюсту. Сейчас перейшла боль в Дургенюсту, она гуляет, короче. Да. Это нормально. Но больше право станет. Да. Ты можешь пів головы болить все время. А потом уже пів боевые боли. Пів правой, пів. В основном будет пів правой боли. Ну, такое, как бы, именно голова не легко боль. Сейчас реакция происходит. Посмотри, сейчас після сеанса. Тебе може спить спать. Може начать болеть голова. Може начать трусить. Не бояться. Если будет трусить, трусить, перестанет. Воно перестанет трусить. Если голова будет сильно болеть, выпиш какую-то таблетку от головы. Если просто поболит, немного болестанет. Ну, значит, ничего не пьешь. Потом же ты даю еще капли, сейчас, которые будут расслабляться. Мышцы. Будешь капли 3-4 раза в день пить. Там компресс, который ты будешь ставить на всю спину. Есть кому ставить компресс? Ты что, сама жадишь? Значит, ты вот так его положишь, ляжешь и будешь лежать. Моз потребляет самый больше кислорода, 25%. Тело все 75%, а один моз 25-30%. Понимаешь? И если вот тут передавлено, отчего давление поднимается, отчего пульс поднимается. Потому что вот тут передавлено, а мозг у них вот так кислорода. Он через нерв подает команду сердце, колотит сильней, качает. Ну, у меня уже такая голова. Вадьма уже стала? Да. Ну, хорошо. Уже все. Это нормальная неакция. Как ты можешь сказать? Так, это в бане кажется. Я сюда не буду смогу, ты не хочу. Так, не смотри, не смотри. А ты видишь, как мы делаем меньший страх? Дивись. А ты голова же перестала? Ну, это ты не чувствую пока, что... Ну, значит, перестала. Подожди, значит, перестала? Наверное, да. Наверное, да. А ты не сказала, понимаешь? Так вот, смотри, паника у тебя такая, да? Дивись. Дивись. А я вот так оттягиваю. И паника... Там, где вы пальцами, да? На тебе сзади болит? Болю. Я не спрашиваю, где болит. Я спрашиваю, как я оттягиваю, тебе меньше паника стоит? Нет. Хорошо. Тебе трусишь сейчас? Нет. Хорошо. Ну, давай. Продолжение следует...